Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров. Сегодня на еженедельном совещании с Головой Чувашей говорили о зарплате, вернее о ее росте для некоторых категорий граждан. Подробности далее. Среди прочих указов, которые Владимир Путин издал в мае 2012-го, было и повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Сегодня представители профильных министерств отчитались, все идет по плану. У врача средняя заработная плата составила 28 496 рублей, рост 20,9%. По среднему персоналу составила 16 296,2 рублей, рост 20,4% к предыдущему периоду. Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения, достигнутые показатели даже превышают нормативные. Что ж, это по докладу. Судя по всему, о таких повышениях знают далеко не все. К примеру, у тех, кто дает объявление о вакансиях, вероятно, другие данные. В городе Алаба задали вопрос, соответственно, там дефицит кадров в больнице, в поликлинике 30%. А в объявлении через районные газеты, через городские газеты дают и привлекают это официальное объявление на 6 тысяч рублей. Вот мы называем, врачи 28 тысяч, с учетом трех тех, в чем так происходит. Ответить на этот вопрос глава попросил не только представителей Минздрава, но и службы занятости. По данному случаю поручено провести служебное расследование. Кстати, было бы хорошо, если бы вместе с заработной платой устремилось вверх и качество медицинского обслуживания. Пациенты жалуются на грубость персонала, сбои в работе электронной регистратуры и опоздание на вызовы бригад скорой помощи, констатировал Михаил Игнатьев. А после обсуждения изменения зарплат в других сферах опять вернулись к медицине. Тема грипп и ОРВИ. У нас лидируют города по заболеваемости острым респираторным вирусным инфекциям. Это Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерле и Канаш. И на прошлой неделе госпитализировано порядка 200 больных острым респираторными вирусными инфекциями. В основном это дети. Тем не менее, за эпидемический порог Чувашия пока не переступила. А по сравнению с прошлым сезоном болеют жители республики почти на 9%. Проведение ямочного ремонта на магистралях столицы Чувашия. Дорожное полотно латают, но сроки оставляют желать лучшего, заметила глава Чувашия. Что происходит на улицах Чебоксара, выяснили сотрудники администрации города и наша съемочная группа. Дороги разрушаются. И происходит это постоянно. Больше всего ямы выбоин появляются на дорогах весной. Этому способствуют перепады температур. Когда поверхность дороги сначала нагревается, в ямочном ремонте на дорогах Чебоксар задействованы три подрядные организации. Это бригады компании Дорекс. Для залатывания ям используют холодный асфальт. В среднем за смену одна бригада ремонтирует до 10 квадратных метров дорожных выбоин. В некоторых местах мы вынуждены эти ямы заделывать кирпичом. Это временная мера, понятно, но только для того, чтобы не создавать проблем для автомобилистов. Понятно, что потом эти камни выбираются, кирпичи, и мы делаем горячим асфальтом. В середине следующей декады выйдем с литым асфальтом. Это технология отработанная, нами проверенная, хорошая технология работы. Для этого надо включить АБЗ. Дороги на улицах Ярославская и Энгельса – это больные точки для автомобилистов. Там уже ямочным ремонтом не обойтись, говорят в управлении ЖКХ и благоустройства города. Их ждет реконструкция. Попавшие в яму автомобилисты нередко подают в суд на управление ЖКХ и благоустройства города. В прошлом году 35 пострадавших получили компенсацию. В этом году на ямочный ремонт выделено около 35 миллионов рублей. Специалисты технического надзора управления ЖКХ и благоустройства ежедневно проводят мониторинг наиболее проблемных и потенциально опасных участков уличной дорожной сети Чебокстар. И планы работ формируют по результатам комиссионных объездов с представителями ГБДД и подрядных организаций, а также объективных пожеланий горожан. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Центр мотологии, ортопедии и эндопротизирования отметил пятилетие с момента образования. Напомним, аналогичных учреждений здравоохранения в России несколько, но Чебокстарский начал работу самым первым и по-прежнему сохраняет террорские позиции. Сегодня в центре работают 87 врачей из 192 средних метров. Истажировка в ведущих клиниках России и зарубежных стран. Специалисты из Германии, Италии, Израиля, Швеции регулярно проводят мастер-классы для наших ортопедов, которые, в свою очередь, активно делятся опытом с коллегами из других регионов. На базе центра проходят подготовку интерны и ординаторы медфакультета ЧГУ. Многие, наверное, вам потихонечку, а может быть даже не сильно потихонечку завидуют, но, наверное, на вас тоже обращают внимание, равняются. И мы, честно говоря, очень горды, что в Чувашской Республике есть такой центр. За пять лет работы центра высокотехнологичную помощь получили 23,5 тысячи человек. К нам приезжают оперироваться и лечиться из половины регионов страны, а также граждане стран СНГ. В центре успешно проводится эндопротезирование суставов с максимальным сохранением костной ткани, коленного сустава с использованием компьютерной навигационной системы, коррекция сколиотической деформации позвоночника, другие оперативные вмешательства. Ведутся клинические исследования по шести программам. Вчера стало известно о смерти в одном из местных бассейнов 47-летнего жителя города Чебоксары. Как следует из материалов проверки, мужчина приехал в бассейн в Новочебоксарск вместе со своим 9-летним сыном. Подробности случившегося у старшего помощника от Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии Олега Дмитриева. Продолжение следует... Кого вы представляете себе, когда речь идет о судебных приставах? В воображении сразу появляется образ серьезного крепкого мужчины в форме. Но исполнителями судебных решений все чаще становятся и женщины. В преддверии 8 марта мы начинаем цикл репортажей о дамах, которые выбирают совсем не женские профессии. Приехал на машине, а уйти обратно уже может пешком. Вот чем грозит злостному должнику встреча с Ольгой. Очаровательной брюнеткой, а по совместительству с судебным приставом-исполнителем. Я сейчас накладываю арест на имущество, принадлежащее должнику. В счет погашения долга по алиментам. Итак, судебный пристав – должностное лицо, которое осуществляет принудительное исполнение судебных решений и постановлений. Профессия эта только на первый взгляд исключительно мужская. На деле работа очень творческая, и женские хитрости здесь бывают совсем не лишними. Если говорить о розыске должников по алиментам, нюансов очень много. И интересных мероприятий, инцидентов достаточно тоже очень много. Есть такая процедура, есть у нас социальные сети. Есть такие прецеденты, когда судебный пристав ищет должника через интернет, в социальной сети предлагает «О, вот ты мне понравился, давай встретимся». Он назначает встречу. Соответственно, должник во всеоружии приезжает на встречу, а тут его ждет судебный пристав-исполнитель. Кстати, убедиться, что профессию пристава выбирает все больше представительность прекрасного пола, можно, заглянув в рабочий кабинет нашей героини. Здесь, как говорят, настоящий малиник. Самое сложное – найти должника, который скрывается от службы судебных приставов, который, например, не зарегистрирован по месту жительства, то есть даже выписан с места жительства. Самое приятное, что я помогла взыскателю получить денежные средства, причитающие ему по суду. Но какие бы обаятельные и привлекательные девушки в данном ведомстве не работали, отдавать под арест свое имущество не нравится никому, чтобы защитить приставы от весьма нередких случаев агрессии, в службе существует специальный отдел оперативного дежурства. Приставил пристав, газ, тебе готов. Стрелять я учился изначально из пневматики, из пистолета ПМ с газовым баллончиком. Также вот с армии основная подготовка была к стрельбе. Стреляем мы регулярно. У нас контрольные занятия проверочные постоянно проводятся, учебные стрельбы регулярно проводятся. У нас имеется свой тир. Здесь стреляют в десяточку, занимаются общей физической подготовкой и за считанные секунды разбирают автомат Калашникова. Можно и по-другому приступить. Судебные приставы ПДС выполняют очень много важных задач. Они обеспечат безопасность в суде, суде, людей, участник судебного процесса. Также занимаются обеспечением безопасности судебных приставов исполнителей. Группа быстрого реагирования у нас имеется. Ощеляет выдворение иностранных граждан по постановлению судей за пределы Российской Федерации. Казалось бы, вот она настоящая мужская работа. Однако и здесь не обходится без девушек. Изначально физическая подготовка хорошая должна быть. И также образование, наверное, и возраст. Теперь уже точно профессию судебного пристава ни женской не назовешь. Ольга Перочкина, Николай Яковлев, Республика. Только за два зимних месяца в Республике зарегистрировано 163 пожара. Огонь унес жизни 33 жителей Чувашия. Среди них 5 детей. Цифры статистики удручают, но, как утверждают спасатели, уберечь от трагедии могут простые меры, предпринятые вовремя. О роли дворников в системе обеспечения противопожарной безопасности в нашем сюжете. Весной и летом прогуливаясь по городу, можно увидеть металлические люки. Однако не все они, как привыкли думать горожане, ведут канализацию. Люки с обозначением ПГ – пожарные гидранты. Устройство, предназначенное для отбора воды в случае возникновения пожара. И если воды в пожарной машине хватит на 5-10 минут непрерывного тушения, то ресурсы водопроводной сети практически не ограничены. Пожарный гидрант номер 773. Вот, значит, указатель пожарного гидранта на фасаде здания есть, здание Росстандарта. Ну, значит, где-то, судя по всему, прям на кольце, где-то посередине должен быть он. Скорее всего, он там и находится. Но, значит, и наверняка у спасателей нет возможности, так как участок заметен снегом, а место нахождения гидранта не расчищено. В случае пожара спасатели воспользуются соседним гидрантом, но бесценное время будет потеряно. В каждой организации есть какое-то ответственное лицо, определенное приказом руководителя. Он должен обеспечивать очистку гидранта, утепление, обеспечение подъездных путей. Это его прямая обязанность. Вот на юридических лиц штрафных санкций от 150 до 200 тысяч рублей. То есть понимаете, да, что штрафные санкции, в принципе, большие. Выходит так, что огромные штрафы не бугают организации, которые несут ответственность за пожарные гидранты. Администрация 61-й школы даже не позаботилась о том, чтобы обновить условное обозначение гидранта. Надпись стерлась, а найти объект под снегом в условиях, когда счет идет на минуту, практически невозможно. Открыть люк и прийти гидрант в действие – дело двух минут. А найти и расчистить его от снега, особенно в темное время суток – задача не из легких. В практической деятельности мы часто сталкиваемся с тем, что мы не можем обнаружить, где расположен данный пожарный гидрант, и с тем, что он не чистится, не обслуживается управляющими компаниями или же объектами экономики и предприятиями. Подобные проверки проводятся сотрудниками МЧС регулярно. На организации, не соблюдающие технику пожарной безопасности, в обязательном порядке будут наложены штрафы. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. Покори Воробьевы горы 2014. 1 марта в Солице-Чувашии прошел очный региональный этап Олимпиады школьников. Это совместный проект Московского госуниверситета имени Ломоносова и издательского дома «Московский комсомолец». 10 лет представители ведущих вузов Москвы таким образом выявляют талантливых детей. Олимпиада дала путевку в жизнь уже многим одаренным школьникам. За это время стали студентами чуть более 3000 студентов. Если в 2005 году в ней участвовали более 200 человек, то в прошлом году более 15000 школьников. В этом году 100 школьников из 7 регионов Приволжского федерального округа приехали в Чебоксары. Притом в такой Олимпиаде могут участвовать не только выпускники. Мы их замечаем. Факультеты всегда замечают таких детей, которые проявили способности. И потом они, если так можно сказать, контролируют судьбу этих детей, как сейчас называют, социальный лифт, сопровождение и так далее. У нас в прошлом году были уникальные детки, которые побеждали в трех, четырех, пяти предметах. И это действительно были дети неординарные. По словам преподавателей, часто самые мотивированные, талантливые и одаренные дети приезжают в Москву из малых городов России. И большой процент тех, кто поступает в вузы, под Олимпиад. Юлия Породчик пока десятиклассница, но решила, что попробовать силы стоит. Написали на сайте, прошли тестовые задания, написали работу. Вот в две Олимпиады я прошла в очный тур. Ну, главное знать. А задания интересные очень, на самом деле. Ну, уровень очень сильный, конечно. Но главное учиться. Все получится. На Олимпиаде «Покори Воробьевы горы» проверяли знания в восьми предметах. В Чебоксары приехала высокая комиссия, в составе которой преподаватели МГУ. Диплом победителя или призер Олимпиады дает возможность поступить в Московский госуниверситет или любой другой вуз страны. Все испытания для школы абсолютно бесплатными. Расходы взяли на себя организаторы. В ближайшее время объявят победителей Олимпиады. Они теперь будут решать, куда пойти учиться. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. А вот еще школьников пока об Олимпиадах не задумываются. У них другие проблемы. 1 марта начался прием документов в первые классы. По предварительным данным, впервые за парты в 2014 году сядут более 13,5 тысяч детей. Это больше, чем в предыдущем. И неудивительно. Год рождения нынешних первоклашек приходится на так называемый «бэйби-бум». С 1 марта по 31 июля заявления в первый класс школу должны принимать от семей из своего микрорайона. Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение семи рабочих дней после приема документов. Для детей, не зарегистрированных на закрепитории, прием заявлений начнется с 1 августа на оставшиеся свободные места. Школы заранее готовились к приему заявлений. В учебных заведениях раздали условия для записи в первый класс, а также предусмотрели места для отдыха родителей и работы медперсонала. Но в некоторых школах столицы республики вновь ажиотаж. Например, в Чебоксарской 59-й на 125 мест около 200 детей. Поэтому очередь родители стали занимать еще с утра 28 февраля. О том, как будет решаться спорная ситуация, нам рассказал исполняющий обязанности начальника управления образования столичной администрации Дмитрий Захар. Сейчас в четырех общеобразовательных учреждениях в 52 школах осуществляется прием заявлений в первый класс, а на 2014-2015 учебный год ожидается свыше 5200 первоклассников. На сегодняшний момент было подано заявление около 1400. О школе 59, а также школах 62, начальной школе номер 1, гимназии номер 2 и ряде других школ заявлений довольно-таки много. По школе 59 надо отметить, что на сегодняшний момент планируется открыть в школе шесть классов. И, в принципе, это удовлетворит все потребности желающих. Не очень много времени остается в запасе у любителей зимних видов спорта. Совсем скоро открытые катки превратятся в лужи, а лыжни потеряются. Спортсмены-чиновники решили максимально использовать последние дни. Лыжные старты прошли в Кугесях. Вип-старт на этот раз был для настоящих спортсменов – 2 километра. Лыжники изначально взяли высокую скорость, и победа досталась самым подготовленным. Николай Павлов из Урмарского района опередил всех соперников благодаря постоянным тренировкам. Он профессионально занимается велоспортом, а лыжи входят в программу общефизической подготовки. База есть, и на этой базе уже в определенной степени держимся, потому что и ветеранский спорт по Чувашской республике более-менее начал уже, скажем, разворачиваться. И вот в числе тех, скажем, сторонников ветеранского спорта мы и держимся, и на лыжах катаемся, и бегаем, и так далее. Впрочем, резервы имеются не только у профессиональных спортсменов. Как выяснилось, чиновники в Чувашии вообще довольно спортивные. Дамы из министерства и ведомств практически не уступили мужчинам, хотя трасса им досталась тоже 2 километра. Лидеровала у женщин первый замминистра юстиции Ирина Семенова. Несколько секунд ее уступила Любовь Шимарина из Минонформполитики. В эстафетной гонке выиграли лыжники Минсельхоза Чувашия, передив коллег из администрации главы и Госсовета республики. В группе территориальных органов федеральных органов власти первой оказалась команда МВД. На втором месте сборная управления федеральной службы с полней наказаний, а на третьем управление налоговой службы. Но, по словам участников, соревнуются они не за призовые места. Занятие спортом очень сильно помогает в нашей повседневной работе. Мы лучше работаем, сильнее. Команда у нас дружнее становится, поэтому спорт очень сильно помогает нам в нашей работе. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. У православных начался Великий пост, самый длительный и самый слух. А накануне прощенным воскресеньем завершилась Масленица. Наша съемочная группа отмечала ее вместе с учениками сороковой Чебоксарской школы. Последний день Масленичной недели – самый сытный, самый веселый, самый шумный. Программа «Широкая Масленица» дошла до нас в неизменном виде от далеких предков. Обязательно нужно объедаться блинами и другими вкусными блюдами, угощать всех и кататься с горок. Ученики сороковой школы вспомнили и про кулачные бои. Про более цивилизованно, нежели лет сто тому назад. Тогда дрались до крови. Зато чучело зимы было сделано в соответствии с традициями. Петь песни и водить хороводы можно было до самого вечера. Но с утра понедельника надо начать новую жизнь. Ближайшие семь недель надо посвятить размышлениям о душе. А боги настроятся на доброжелательный лад. Сделать это полезно всем, а не только глубоко верующим людям. Как выжить в ЭТО? Еще в августе прошлого года Россия стала 156-й страной, которая вступила во Всемирную торговую организацию. На семинаре в Региональном институте технологии и управления представителям малого и среднего бизнеса рассказали, как не только сохранять, но и развивать бизнес в нынешних условиях. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. До свидания. От камня дробящего оборудования до туризма. Бизнес у участников семинара разные, а вот цели одни. Конкурентоспособный по мировым меркам товар. Сегодня речь шла о том, как этот самый товар продвигать и расширять границы продаж. Специалисты говорят, предприниматели Чуваши стали чаще задумываться о выходе на внешние рынки. Часто с экрана звучит слово ВТО. Оно немного людей пугает, но по большому счету не меняет правила ведения бизнеса. Если вы делаете прекрасный продукт, он нужен во всем мире. И если вы при этом задумываетесь о том, чтобы масштабировать ваш бизнес, это прекрасная возможность это сделать. Малый и средний бизнес по Российской Федерации, Вообще-то многие зарубежные эксперты оценивают оценку, если по 5-балльной системе, на минус 3. Это значит очень слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства. И с учетом всего этого, по согласованию с Министерством экономического развития, они поддержали эту идею, решили провести вот такой международный семинар. Семинар действительно получился международным. Так у участников была возможность послушать и задать вопросы представителю Болгарии. Россия и Болгария всегда были дружные народы. Очень много компаний, которые, и болгарские компании, которые работают в Москве, сотрудничают с регионом и всегда ищут новые партнеры в этой сфере. Поэтому Чуващия, я считаю, это новый регион, который можно открывать. Подобные семинары Институт технологии управления совместно с Центром экспортной поддержки проводят регулярно. Те, кто хоть раз здесь побывал, мероприятия стараются не пропускать. Естественно, все учатся на своих ошибках, но это делать нежелательно, когда можно их избежать, посетить такие хорошие мероприятия, которые устраиваются Центром экспортной поддержки нашей республики. В условиях вступления в ВТО наши предприятия должны задуматься о том, что необходимо бороться уже за потребителей, не только 145 миллионов граждан, которые находятся в нашей стране, но также за 7 миллиардов, которые сосредоточены на всех континентах земного шара. Данные курсы проводятся абсолютно бесплатно для руководителей и специалистов бизнеса республики. Кстати, семинары участники ушли не только со знаниями, но и с именными сертификатами. Редактор субтитров А.Семкин